Здравствуйте, с вами я Виктория Апласова, эксперт по семейным отношениям. Часто мне задают вопрос, Виктория, как сохранить отношения? И в этом видео мы разберем частые ошибки, которые совершают 70% женщин и, по сути, своими руками разрушают даже счастливые отношения. Если вы их осознаете, поймете и устраните, то вы не просто сохраните отношения, но и значительно улучшите. Я так дневно помогаю восстанавливать отношения и разобрала тысячи историй. Завожу новую рубрику с таким же названием «Как сохранить отношения». Ведь намного проще сразу понять и устранить проблемы, чем потом думать, как же вернуть любимого. Согласитесь! И подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны, чтобы не пропускать новых полезных видео. Предлагаю учиться на ошибках других. Тему раскрою на примере одной из моих подписчиц. Ведь когда вы читаете, слушаете историю, то намного понятнее, чем просто рассказывать без примера. Галя пишет. «Я сама переехала к мужчине в другой город. Инициатива в основном исходила от меня. По сути, навязала себя. Всегда была доступной. И никогда не отказывала ни в чем. Думаю, что потеряла себя в отношениях. Только и думала, что о свадьбе. Хотя он был вообще не готов. И этот напор ужасно пугал. Хоть чувства, думаю, наши взаимны». И смотрите. Основная здесь проблема – это растворение мужчины и появление зависимости. И также страх потерять отношения. А давление и подгонение под венец – это уже средствия. Присутствует целый букет. Важно понять, что отношения – это только часть вашей жизни. Есть и другие прекрасные сферы, которым стоит уделять внимание, чтобы не потерять себя. Это и личностному развитию, работе, здоровью, телу, хобби, друзьям, своим хотелкам. Когда вы включены в мужчину, конечно, он чувствует давление и ожидание. И это очень пугает. Даже хочется убежать. Возникают мысли – а что будет дальше? Чем дальше влез, тем больше дров. Соблюдайте, пожалуйста, баланс, чтобы не разрушать свои отношения. Кстати, я обновила бесплатный курс «Как удержать мужчину и стать для него вновь желанной». И в нем я рассказываю много полезных советов про то, как создать отношения, как разрешать различные проблемы, как улучшить отношения. И получить доступ вы можете по ссылочке под этим видео. Возможно, в ближайшее время я сделаю его платным. Поэтому ловите момент. Читаю дальше историю. Галя пишет. «Только сейчас осознала, что последние полтора месяца я постоянно была недовольна. Срывалась на нем, часто плакала. Он перестал меня хотеть, что злило меня еще больше. Я буквально требовала интимных отношений». Смотрите, когда постоянные слезы и скандалы. Создается негативная атмосфера, которая вытесняет любовь и сексуальное желание. Меньше хочется обниматься, общаться. И приведу простой пример. Вспомните ситуацию, когда вас мужчина сильно обидел до слез. И если он через 10 минут, например, начнет сексуально приставать к вам, то что вы почувствуете? Можете даже написать в комментариях. Скорее всего, вы захотите, чтобы он оставил вас в покое, пока не уйдет обида. Так же и мужчина. Если женщина выносит мозг постоянно, у него сексуальное желание пропадает, перестает тянуть, понимаете? И по сути отношения начинают разрушаться. Если вы за собой замечаете подобное поведение, часто срываетесь без повода и с поводом, тогда вам стоит взять эмоции под контроль, пока не поздно. И об этом также я рассказываю в более подробном бесплатном курсе, как удержать мужчину и стать для него вновь желанной. Напишите, пожалуйста, в комментариях, на какие вопросы или проблемы в отношениях вы бы хотели получить ответ. И я запишу для вас видео. А я продолжаю дальше читать историю Галины. Галина. Галя пишет. «Кроме того, настаивала, чтобы он определился со статусом наших отношений. Хочет он перейти на серьезный этап или нет. Финалом стал скандал по поводу фотографий его бывшей, из-за которых я вынесла ему мозг вместе с оскорблениями, о чем очень жалела. Он не выдержал и купил билет домой. Сказал, что больше так не может. А я все рыдала и чувствовала себя ничтожеством». Как вы понимаете, подобное поведение только оттолкнуло мужчину. Конечно же, он не мечтает, чтобы его пилили. Когда женщина пытается насильно навязать себя, как в данной истории, то что испытывает мужчина? Давление. А давление – это манипуляция, которая убивает доверие и интерес. Запомните, что мужчина должен завоевывать, но не наоборот. Есть и другой способ, как мягко подтолкнуть мужчину к женитьбе. Или как решать все проблемы в отношениях, которые не устраивают и беспокоят. Если вы хотите улучшить свои отношения и сохранить брак, рекомендую прослушать мой бесплатный курс «Как удержать мужчину и стать для него вновь желанной». С вами была я, Виктория Власова. Увидимся в следующем видео. И я расскажу про еще одну важную ошибку, из-за которой отношения сходят на нефть.